Здорово! Добро пожаловать на наш новый влог! Кристалл владеет людей в Круздилла, чем мы занимаемся, где мы сейчас находимся и куда мы летим. Сейчас мы в Кальцхуэ Банбан аэропорт, там ты могу смотреть. И мы идем в Пальма де Майорко. Пальма де Майорко. У нас наконец-то появились выходные и наконец-то нам попались самые дешевые билеты, которые вообще только существовали. Поэтому мы решили воспользоваться этой возможностью и показать вам Пальму де Майорко. Ну и своими глазами тоже посмотреть. Мы уже подготовили немножечко материальчика для этого всего. Надеюсь будет очень интересно. Мы уже зачекинились, мы уже прошли контроль. По понятным причинам мы там не стали снимать, потому что лишних проблем мы не хотим. Да и мы были отвлечены. Было не до видео. Сейчас мы уже сидим и ждем нашего рейса, когда мы будем влетать. У нас еще целый час остался. Я уже не могу смотреть этот очень некрасивый поход в утроман. Только тоже идет. Смотри. Так некрасивый. Но. Но. Мы есть очень красивый солнце. Да. Да. Мы уже успели попить кофейка. Кофейок тут конечно стоит 5 евро. Мы взяли кофе за 5 евро 90 центов. Со льдом. Не вкусно хорошего. Вообще на вкус шляпа какая-то была. Да. Так ну давайте теперь чуть-чуть расскажем вам про наш багажик. Вот у нас два одинаковых рюкзака. Это все что мы с собой берем. Потому что мы туда едем всего лишь на две ночи. Получается вечером мы там будем. Переночуем. Один день погуляем. Всего снимем. Опять переночуем и рано утром в аэропорт. Два ночи и один день. Да. Ну а мы желаем вам приятного просмотра. Да. Ребята смотри там наш самолет. Я уже... Я уже хочу. Наконец-то мы уже задолбались ждать вот это вот еще пред... Как это чувство называется? Предвещающее. Мы только сели в самолет и посмотрите на какой странице у Кристалл журналчик открытый. Это для Давид. Водка с томатным соком. Водка с томатным соком? Это напорол коша коктейль прям. Кошмар. Нет. Давайте посмотрим что тут по ценам. Что тоже там. Очень дорого. Вот смотрите. Смотри. Очень дорого. Песенька 2,90. Нет, спасибо. Нет. Спасибо. Мы приехали. Первый раз вижу вот такие настоящие пальмы. Да, мы находимся в аэропорту. Мне интересно что будет на контроле. Что нам скажут. Пропустят ли. Так пропустят. Вот бы все люди так быстро ходили. Без этих штук. Было бы намного удобнее. Да? Уже думаю я так быстро, но я не так быстро. Прямо такое странное ощущение здесь если честно. Тут чуть-чуть по другому все выглядит. Особенно на улице ландшафт там какой-то пустынный, сухой. Вот. Почти-почти выше отсюда. Вот мы уже здесь. Тут кстати полицейские на Сигвеях ездят. Никакого контроля не было. Абсолютно. Ооо. Ооо. Смотри пальмы. 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 Кристалл, как тебе уже? Очень хорошо, но очень тепло. Слишком жарко, да? Да. Да, тут душненько. Такой воздух еще грязный. В общем-то какие-то склички маленькие получатся. Коротенькие видео, поэтому постараемся сейчас побольше рассказывать. Мы сейчас движемся в сторону города, в котором мы будем жить. Мы специально забронировали возле аэропорта. Там где-то самолет. Там самолет. Там кто-то выпал. Мы специально забронировали отель возле аэропорта, чтобы мы утром могли встать и пойти пешочком сюда. Сюда идти минут 30 примерно. Да. Все-таки мы решили вернуться к автобусу. Потому что там вообще невыносимые условия для того, чтобы идти по дороге. Там даже никаких тропинок нету. Ребята, наконец-то смотри. Я даже не знаю, где жарче, в автобусе или здесь на улице. Это вообще другая вселенная по сравнению с Германией. Вау. Я точно не в Мексике какой-то. Кристалл, пару комментариев. Я хочу есть. И пиво. Понятно. Мы сейчас идем в магазин. Это там. Возможно, в билет. И да, хорошо. И мы покупаем что-то. Потому что я лучше хочу ездить. Вот так вот выглядят полицейские машинки здесь. Полицейские? Да. Мы сейчас зайдем. Покажем вам цены. Мы уже здесь. Просто вам интересно стало. Вот давайте посмотрим пресс на пиво. Что тут так дешевле, чем в Германии? Тут намного дешевле, чем в Германии. Что здесь? Корона... А, нет. В Германии столько же, по-моему, стоит. Так, ну пока что. Что-то какое-то странное тут разброс цен. Соусы. Вот. Икращица стоит. Или сырные соусы. По евро, по два. Огурчики, оливки. Если бы еще что-то понятно было. Вот. Чай. Ого, колбаса дорогая. На сыр. Даже у нас такого нету. Еще дорого стоит так. Ого, колбаса. Ого, колбаса. В Германии. Кондиционер работает. Место сейчас купил чипс. Ага. Я не знаю, я не пытаюсь пробовать чипс. И я хочу попробовать. Поэтому... Быстренько зашли, забежали, что-нибудь перекусить, какие-то снэки. Сейчас будем уже заселяться в отель. Вот эта дорога. И там море. Да, там буквально за этим зданием море. Плохо, что его не видно. Блин, такая атмосфера прикольная. Тут так все по-другому выглядит. И вот здесь, знаешь, что? Это имеет какой-то рюк. Да, кстати, здесь. Я не могу это объяснить, но в Спании... Тут какой-то запах реально, собственно, есть. Как будто кто-то шашлыки все время жарит. Так, мы уже не смотрели, что находится внутри. Это наш первый заход. Хорошая, я думаю. О, как же тут громко. Так, рум-турчик, рум-турчик. Так, вот так вот выглядят кроватки. Здесь мобила, можно будет позвонить, пообщаться. Здесь находится балкончик. Вот такой вот балкончик. Такой вид с него открывается. Мне интересно, отсюда видно море? Не видно море. Ай-яй-яй. Как-то не... Здесь, короче, как-то неудобно находятся выключатели. Приходится сюда идти, чтобы включить. Так, вот здесь у нас находится трон. Вот такой вот... Что там внутри? Душик. Ого, вот это шляпа. Бухомон тут. Прикольно. Прикольно. Что шляпа? Такой светильничек есть еще. Так, ну... О, еще и телевизор есть. Все, в общем-то, выдвинулись мы уже с отеля. Тут такой запах именно своеобразный. Тут именно пахнет порохом. Не знаю, петардами какими-то. И шашлыками. Все вместе взятое. Очень хорошие. Просто люблю здесь. Пальмы, буквально сейчас мы вводим с минуты на минуту уже на море. Первым делом. Кстати, находимся мы в городе Канпастия. Вроде так это называется. Канпастия. Как я раньше сказал, специально мы забронировали недалеко от аэропорта, чтобы можно было утром выйти и дойти до туда спокойно. Или же доехать. Чтобы не... Вон оно море. Чтобы не было никаких проблем. Пришли на набережную. Боже, как же это все атмосферно и красиво выглядит. Особенно с вот этим вот закатом. Там горы. А вот здесь вот море. И в море просто нету конца. И оно еще такое спокойное. Надо было сейчас пятки помочить, да? Вау, очень, да! В общем-то, взяли мы сейчас уже безалкогольные мохито. И вот такие вот интересные бургеры. Я забыл, как он называется. А у креста называется Кентукки. Сейчас мы будем кушать. Ой-ой-ой, конечно же для Инстаграма нужно все сфотографировать, да? Да, да, да. Все для Инстаграма. Кристалл, пару комментариев, пожалуйста. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Мы сейчас были в пляже. И мы видели что-то. Я думаю, что... В общем-то, были мы сейчас на пляже. И наши люди, как обычно, отличились. Пожалуйста, им это без комментариев. Да, ну да, это был наш первый ночь и день. И завтра вам может посмотреть. Да, в общем-то, сегодня мы были в бегах на эмоциях. Все время нужно было что-то делать. Там документы, контроль и проверки. Нужно было ехать маршруты, смотреть. В общем-то, был отдел по горло. Видео снимать особо не получилось. Но на завтра мы уже специально все подготовили. И материальчик, и маршрутик. И завтра мы вам покажем и расскажем, что да как. Если вы остались до этого момента, целуем, обнимаем. И... Спокойной ночи. Спокойной ночи и до завтра. Пойдем. Ну, во-первых, доброе утро. В общем-то, выдвигаемся мы уже в Пальму. Сейчас мы пойдем покушаем, купим водички. И будем ехать уже в сторону этого города. Ты готова? Да, готова. Я не спать хорошо, потому что мой живот очень... Болел живот? Да. Всякой острой херни нахабались. Да. Я не знаю, почему. 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 Но смотри. Я вижу это утро и я думаю... Я хорошо. Кристалл уснул раньше меня, а там на улице работал бар до двух ночей. То есть мы спали с открытым окном, потому что невероятно жарко. И там то поляки ссорились, то на английском кто-то ссорился, то на испанском, то кошки дрались. То какие-то собаки лаяли, кто кто-то с окном выпрыгнуть хотел. Короче, такая движуха здесь была. Громко, но слава богу, хотя бы поспали и более-менее выспались. Нету такого ощущения, что, о, мне очень плохо, я хочу спать и тому подобное. Да. Сейчас мы идем в кебаб-лайн магазин. Ага, в кебабную. Да. Мы хотим посмотреть на цены, что там по ценам. И в магазин мы покупаем воду, потому что мы хотим пью воду. Почему они в какой-то ресторан? Потому что это дорого и потому что... Возможно, в ночь ресторан, потому что много не открыт сейчас. Открыт? Не открытые, закрытые. Большинство ресторанов открываются вечером. Кебабная лучше всегда. Кебаб форевер. Короче, пришли к кебабную. А? Кебаб только 4,50. 4,50 кебаб? И в Германии 8 евро. Чего? Не-е-е. То есть это курортный городок еще намного дешевле, чем в Германии? Это не нормально. Что? Алав, в чем проблема? Блин, короче, пришли, а он оказался закрытый. И сейчас нам придется идти в другую сторону. Ну, блин, хотя бы магазин найти. Может, там какие-нибудь булочки взять. Потом мы поедем уже в саму Пальму. Может быть, там нормально покушаем. Да. Так, в общем-то, залетели мы сейчас в магазинчик, потому что везде все закрыто. Сейчас 8 часов 30 минут, и Испания просыпается поздно, как вы поняли. Вот, берем с собой водичку. Сейчас еще посмотрим, может быть, какие-то булочки здесь. Не туда. Не туда. Может быть, какие-то булочки тут еще есть. Тоже есть мороженое. Угу. Да. 7 евро за мороженое. Это много или нет? Это дофига. Ну да, мороженое тут дороговато стоит. Можете посмотреть на цены, кому это очень сильно интересно. Вот, тут даже швепс продается. Написано на немецком, хотя в Германии очень редко его можно встретить. Так, вот булочки. Какой-то у них печальный выбор, бедненький. Ого, они такие дорогие, по 2 евро стоят. Я не понимаю, почему здесь кебаб стоит дешевле, чем в Германии, но булочки намного дороже. Да. Да. Кристалл, что это такое? Да. Почему это так дорого? Не знаю. Не, не знаю. В общем-то, купили мы уже водичку и посмотрите на эти желтые светофоры, как же это все атмосферно выглядит. Я такое только в американских фильмах видел. И там самый лот. Такое ощущение, как будто это какая-то локация из пустыни, из какого-то дикого запада, из Техаса. Очень атмосферно выглядит это все. Сейчас мы уже направляемся на остановку. К остановке. И будем уже выдвигаться в сторону Пальмы. Так. Там зеленый свет? Да. Так, ну что, прыгнули мы уже в автобус. Примерно вот так вот он выглядит. Это 35-й номер. Билеты стоят по 2 евро. Это дешевле, чем в Германии. И в Германии по 2,45 или по 2,75 проезд на автобусе. И скоро мы будем уже в центре. Все, приехали мы уже на остановку, которая нам нужна была. Захожу, короче, я в заметки, чтобы показать и рассказать об этом месте. И у меня тупо этих заметок нету. У меня абсолютно вся информация удалилась с телефона. Или я ее не сохранил, или я ее лично как-то случайно удалил. Придется сейчас искать все самому. Лошадь. Лошадь. Что это? Это фигура или что? Мы подходим к местной архитектуре. Тут находится мужское тело и женское. Как-то непропорционально. Слишком огромные они и головы спилили на металл по ходу. Кстати, об этом ничего не написано. О-о-о, смотри! Я тоже хочу. Короче, знаете, что мы еще заметили? В Германии немцев нету, они все здесь. Если вы хотите посмотреть на настоящих немцев... Если я хочу посмотреть очень реальный немецкий подъем здесь. Здесь, это реально реально, реальный, настоящий немецкий, который здесь есть. Не только в Германии, видишь, такие немцы, как здесь. Едите на немцев смотреть не в Германию, а на Пальмо де Майорко. Вы просто посмотрите на это. Я думаю, что в Германии есть такие места, где они в Германии, а здесь они в Германии. Вот тут реально есть свой вайп. Я такое только в фильмах видел. Посмотрите. Стоп. Что? Стоп. Три секунды ждать. И можно ехать дальше. Смотри, это тоже очень красиво. О, это местная архитектура. Наверное, какой-то местный художник нарисовал. Да. Там еще подпись свою поставил. Это... Архитектура канала, возможно. Вот, писюны, они и в Африке писюны, мне кажется. Вот такую вот интересную улицу мы нашли. Чем-то напоминает КСКу, если я не ошибаюсь. Карта Италия. Выглядит вообще атмосферно. Мне очень нравится. Какая атмосферность. Сколько сейчас времени? 9 утра, там уже болгарки что-то пилят. Слава богу, не Германия, что в 7 часов утра уже бормашины работают. В общем-то, подошли мы уже к одной из главнейших достопримечательностей Пальма де Майорка. Это арабские бани. Сейчас слишком рано, поэтому все закрыто. И согласно источникам, вот эта вот арабская баня, это единственное мусульманское наследие, которое осталось на этом острове. Если мы правильно все поняли и не ошиблись. Показать, конечно, не получится, надо идти дальше. Но если вы будете посещать Пальму де Майорку, обязательно зайдите сюда. Так, в общем-то, подошли мы уже к порталу. Вот это называется Ла Портея. Это вход на вот эти улицы, на которых мы были. В принципе, мы должны были начинать отсюда снимать видео, но что пошло не по плану. Вот уже получается собор и возле него находится другое место. Мы обязательно вам покажем и расскажем об этих местах. Здесь буквально за вот этим вот мостом находится море. И сейчас мы будем уже идти дальше. И там тоже береги. Да, кстати, там горы. И девочки занимаются спортом. Сейчас 9.30. И на улице уже плюс 28 по ощущениям. Уже солнце начинает жарить. Боюсь представить, что будет днем. Вот тут дырочки есть. Можно уронить телефон. И оставить его там на все время. Здесь, когда мы заходим, находится что-то наподобие вот такого вот забора. Стены. Дальше мы можем видеть уже адекватное произведение искусства. Вот так вот оно выглядит. Не знаю, как это переводится. Ну что ж, подошли мы уже к одной из достопримечательностей. Это церковь. И сейчас Кристалл расскажет немножечко о ней. А, это церковь был построен в 1236 году. И он был построен к Яуме. И он был построен к Яуме Яуме. В первой церкви был построен к фритову. Но они построили в 16. веке. И я думаю, что это бесконечное. То есть раньше было кладбище. А сейчас это Маркпласт. То есть место для покупки. Может быть они это имеют в виду? Угу. О, еще раз ложит. Ложит. Хорошо, Кристалл. Как называется эта церковь? Эта криша называется Санта Ойлалья. Ойлалья. Сейчас мы зайдем внутрь, если она открыта. И покажем, что находится там. Походу внутрь нельзя. Немножко на скейтган. Короче, мы не сможем зайти. Но мы постараемся вставить фотографии. Да. А ну покажи еще одну фотографию. Да. Покажи еще одну фотографию. Покажи еще одну фотографию. Там. Такие вот магнитики с фотографией. Я могу видеть эту пляжу, которая очень красивая. Колюжа. Так, почему такие магнитики, интересно, стоят? Не написано. Почему они не пишут цену? Вчера на пляже 2,50 магнитики стоили. А, тут еще есть. Я думаю, этот саламандр очень красивый. Но я хочу купить обычную пляжу, потому что это не точно. У меня есть пляжу. Хорошо, мы еще найдем обязательно. У нас время есть. Так, находимся мы сейчас на вот этой вот улице. И здесь уже магнитики продаются по 2 евро. И тут выбор, конечно, не такой большой. Я думаю, я хочу вот эту. Ты хочешь... Нравится? Такая красивая, как ты говоришь? Нет. Ты хочешь сказать, я некрасивее или что? Что? А, я скажу. Вот такой вот наборчик у нас получился. Магнитики, брелки на ключ. Вот на вот этой вот улечке в таких палатках стоят магнитики дешевле, чем в обычных магазинах. Мы пока стояли, выбирали. Солнце так припекло, что мне уже голова сейчас не варит. Но мы будем выдвигаться дальше. Вот, подошли мы еще к одной церкви. У нас в планах не было ее посещать, но если она открытая, мы можем туда спокойно зайти, то мы вам о ней расскажем внутри. Да, вроде как можно. Так, здесь снимать абсолютно легально, все разрешено. Вот так вот. А, это во время каких-то... Блин, плохо, что темно. Не все хорошо видно. Извиняемся за качество, потому что здесь плохое освещение, но постараемся. Хорошо, Кристалл, расскажи, как эта церковь называется, когда была построена и... Сан-Мигель, и она была построена в 1229 году. Дальше это была мечта, но ее переделали под католическую церковь. Интересно. Кстати, здесь можно свечки за упокой поставить. Вот, пришли мы на знаменитую улицу Пальма де Майорка, Испании. Называется Ля Рамбля, если я не ошибаюсь, извините за мой испанский. Вот так вот она выглядит. Здесь находятся различные кафешечки, магазинчики. Также есть вот такие вот интересные домики, фоткающиеся люди. Я хочу делать фотку с тебя. Давай вопрос люди. А, спросим людей для фотографии? Вот, собственно, название этой улицы. Вот так вот оно пишется. Пока что мы не можем найти подходящего места для фотографий, потому что все перекрывают вот эти вот киоски. Красава, прокомментируй эту улицу. Красиво? Да. Что тебе здесь нравится? Я хочу жить там и не как бы в Германии. Хорошо. Я уже не хочу. Не нравится, да? Там сейчас дождь, прохлада. Вот тут противная погода. Здесь тепло. Алле-оп! Никогда не думал, что я это скажу снова. Алле-оп! Ага. Что значит это, ты знаешь? Нет, что? Как же я обожаю подобные уточки. Они такие уматовые. Особенно вот это вот. Это призна. Как ты видишь? Первый раз вижу, чтобы девушка играла на скрипке. В общем-то пришли сейчас мы на площадь Испанию и посмотрите. И вечно все перекрыто. Да. Вечно куда-то мы не можем попасть. Мы уже только... Почему? Если не в Испании это закрыть. Угу. Короче, там можно пройти, можем посмотреть, попробовать. Но, блин, все равно все закрыто. В общем-то, как я прочитал в интернете, абсолютно на каждой площади Испании есть памятник королю Хайму I. Вот, тут собор закрывают. Уже ходить нельзя. Попробую как-нибудь показать. В общем-то, подходим мы уже к собору. Но мы сначала идем покушать, потому что мы так до сих пор и не поели. Мы не можем ничего найти. Все очень дорогое. И просто посмотрите, какой вид тут прикольный. Вот там вот море. Здесь собор. И здесь вот такие вот пальмы красивые. Мороженое? Я не буду. Вау. Реально. Такое огромное. И угадайте, что здесь. Как-то не закрыто. Не закрыто. Закрыто все. То есть, куда бы мы ни пошли, все перекрыто, все закрыто, никуда нельзя. У нас, короче, все идет не по плану. Не так, как мы хотели. Но мы вам расскажем все равно об этом месте. Короче, забудьте, что я сказал про такие палатки. Вот здесь, вот возле собора, продаются магнитики в большом количестве, в большом выборе по евро 50. Вот, прям вот здесь вот. Как же это все красиво выглядит, боже. А нет, все-таки здесь можно зайти. Вот вход находится сбоку. Еще не все потеряно, поэтому давайте попробуем. Вот это красотень. Короче, вход стоил сюда 10 евро и билеты можно заказать только онлайн. Пришлось стоять, заказывать, чтобы успеть. Я не понимаю, почему вход сюда 10 евро стоит. Кристалл, как выглядит? Смотри. Кристалл, поделись ощущениями. Да. Так, ну что ж, а теперь давайте начнем изучать историю этого места. Она довольно-таки увлекательная. После освобождения Майорки от Мавра в 1230 году, король Арагун Хайме I дал указание на строительство Пальмского собора на ранее находившейся здесь мечети. То есть, вот это вот, вот этот вот собор раньше был мечетью. Раньше это было мусульманским местом, сейчас тут крестьяне. Строительство было продолжено при его сыне Хайме II и в 1302 году было заложено основное здание собора. Это место должно было служить как высыпальница Майорских королей. Тут находятся останки королей Хаймы II и Хаймы III. Кстати, надо будет их найти и посмотреть. Очень интересно. Основное строительство было завершено к 1587 году и в 1601 был окончен главный портал La Seule. Позже начались работы на фасаде здания и закончены в начале 20-го столетия. Ну что, пойдем искать останки королей? Да. Мы обошли здесь абсолютно все, каждую комнату, каждую щелку на пол. Посмотрели на каждый вот этот вот выложенный камень с какими-то надписями, но мы не можем найти их останки. Печально. Может быть, тут какой-то вход в подвал есть, но мы его не нашли. Поэтому мы сейчас уже будем выходить и идти кушать. Там какая-то движуха возле вот этого здания мэрии происходит. Но нам в другую сторону. Кристалл хочет кушать, да? Да. Панда! Кристалл это панда, самая настоящая. Да. Смотрите, что мы нашли. Оказывается, Кристалл занимается в темную бизнес, продает свой хлеб. Кристальный хлеб. В общем-то, наконец-то мы пришли покушать. Мы, короче, заказали блюдо. Мы думали, что они будут маленькие, тут типа сковородку принесли. И вот Кристалл салатик наделали. Приятного. Приятного. Получается, вот это вот настоящее испанское национальное блюдо. Называется паэлья с морепродуктами или с фруктом морепродуктов. Как-то так оно называется. А у Кристалл какой-то салатик. Я просто люблю здесь. Что? Просто люблю. Да, это выглядит просто офигенно. Кристалл, ну-ка, давай описывай свои ощущения. Мой чичерни это красотка, нравственная и... Да. Да? Да. Хорошо. Как будто под каштанами у себя в родном городе, да? Это выглядит как Лос-Анджелес или что-то. Что-то наподобие Лос-Анджелеса? То же самое, что и каштаны, только деревья другие. Ну и пожарче. Короче, мы с Кристалл приняли решение возвращаться обратно, потому что на улице жарень полнейшая. Мы подустали все время на ногах уже с самого утра. Мы будем ехать уже в наш городочек и будем продолжать снимать все дальше. Сегодня мы не успели все посетить и завтра нам надо уже будет уезжать рано утром. И мы поедим на день, а на несколько дней уже, потому что одного дня тут недостаточно. Вот так вот выглядит собор со стороны. А где Кристалл подойдет? Жарко. Да, на улице вообще ужас. В общем-то, подошли мы уже к набережной. Там сразу море будет. Наконец-то подул ветер, нам становится намного легче. Приехали мы уже обратно наконец-то. Ехали в этой консервной банке. Холодная вода. Просто мы вышли с магазина и уже по бутылке всосал. Очень хорошо. Короче, ехали в автобусе у школьников. Закончился школьный день. Боже, как же там жарко и много людей было. Что? О! Попугайчики. Алло! 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 Она пальцы сойдет. Кстати, смотрите, какая интересная растительность на участках. То есть, они засаживаются цветочками и какими-то необычными. Выглядит очень прикольно. И вот это вот дерево с цветочками по-любому что-то расти будет. Может, яблоки какие-то не разбираются, если честно. В общем-то, сходили мы на пляж покупаться. С собой мы ни телефонов, ни кошельков, ни паспортов ничего не брали, потому что могут украсть. Мы даже ключ отдали на ресепшене. И, получается, мы ничего не засняли. Мы нашли пару ракушек. Сейчас покажу. Вот, мы насобирали немножечко ракушек на береге. Вот это вот самая красивая из тех, которую мы нашли. Кристалл нашла ее. И мы, кстати, когда там были, мы увидели вот такого маленького краба, который умер и плавал на поверхности. Ну и сейчас мы пойдем попробуем что-нибудь найти, покушать. Да, Кристалл? Да. Вот и подошел к концу наш влог. Последние минутки мы находимся сейчас уже в Пальме. И сейчас буквально с минуты на минуту мы будем вылетать. Да, я хочу сказать спасибо за посмотри, да. Спасибо за посмотри. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующий раз. Пока. Субтитры добавил DimaTorzok Пока. Продолжение следует...